Здравствуйте! Пол седьмого начинает расцветать. Хотела выйти на дорожку, немного пройти с Виськой, потому что Карька ещё не собирается просыпаться, валяется под кроватью. Вместо солнца обнаружила луну. Ну вот, не такую яркую, да и показывает её через экран не очень хорошо, но всё же громадную. Всё-таки, ну как бы это показать? Нет. О, почти получилось. Вот-вот-вот-вот. Да, даже пятна видно. Красиво! Ну а я всё-таки немножко прогуляюсь, на солнышко полюбуюсь. Вышли за калитку на пустынную деревенскую дорогу. Всё вокруг дымкой укутано. Солнце скоро поднимется над горизонтом, но уже совершенно не там, где летом. Раньше оно вставало вот здесь, но это было несколько месяцев назад. Ну а теперь для того, чтобы на него взглянуть и порадоваться светилу, предстоит подняться чуть повыше, потому что подниматься оно теперь будет некоторое время почти за совиным долом, ну а затем сместиться дальше к югу. Всё, осень, осень наступила. Прохладно. Всего плюс пять, но день сегодня опять будет тёплым. Уже не жарким, а тёплым. Хотя, кто его знает, как солнце будет припекать. Пока ещё царят тёплые денёчки, но скоро наступает похолодание. Природа войдёт в свои права, деревья пожелтеют. И это тоже будет красиво. Ну а пока немножко прогуляться вон туда, где полоса белёсого тумана скрывает деревья на пригорке. О да, стоило подняться чуть повыше, и я буквально в сказке оказалась. Ну вот какая панорама открывается с того места, где я так люблю смотреть на окрестности. Словно море из тумана. Мысом выступает ближайший лесок, а дальние деревья словно острова. Красиво. Да чего же красиво? И лишь собаки лают. Петух иногда у соседей кричит. И панорама действительно великолепная. Да, Висик, удачно мы с тобой вышли. Обычно туман поднимается из низины, но у меня около дома его нет. А тут такая красотища. И вот-вот поднимется солнце, озаряя. А в пространство своими яркими лучами. Вот такие картинки запоминаешь потом надолго. Ну а теперь их можно будет еще и по телефону посмотреть. Да, они славно прогулялись. И вновь луна. Я живу в сказке. Вещь, ну не тявкайте. Вспугнешь всю прелесть данного момента. А вот и Родион. На что же ты похож? Такое ощущение, что в воду окунулся. Ну нет. Пробежался по высокому бурьяну, весь вымок. И карька подтянулась. Ну как всегда, компания почти в сборе. А Зелька лишь, наверное, спит. Ну что ж, пора и к дому возвращаться. Прохладно, руки замерзают. Ну конечно, поиграть по утрам. Ко всем попреставать, побегать. Немгомонная. А я все, оторваться от этой красоты не могу. Да. Боюсь, что солнышко подымется не скоро. Успею порядком закоченеть. А вот и солнышко. Немножко размытые лучки. Из-за того, что сквозь туман продираются, ветви деревьев скрывают светило, облачка. Но я встретила восход. Обычно, когда я выхожу вот так вот прогуляться, телефона со мной нет, он стоит на подзарядке. Ну а сегодня все-таки решила прихватить. Замечательно утро начинается. Каким-то будет день. Ну что ж, посмотрим. Пошли с собаками к дому, а тут уже солнце вовсе засияло. Ну вот, поднимается над совиным долом. А туман словно просвечивается его лучами. Да, и петухи приветствуют светило. Однако пора возвращаться в дом. Я еще тоже кофе не пила. Так выбралась на улицу, так и загулялась с собаками. Ну, они, по-моему, это мне только рады. Пока возила с приборкой в комнате, зарядочка, там кофеек, туда и все, солнце поднялось уже совсем высоко. Котейки спят, им все нипочем, лишь плутишь ныряет на улице. Что ж, все вроде как закончилось, пора бы к ней присоединиться. Особых дел сегодня нет. Так, слегка повозиться с растениями, брать подпорки под огурцы на уличных грядках. В теплице-то плодоношение идет полным ходом. А вот на улице вы же вряд ли что вырастет, потому что ночи стали достаточно холодными. И на днях действительно плюс один обещают, что у нас может совершенно спокойно перетечь заморозки. Поэтому пора огород освобождать и под перекопку готовить. Ну все, пора идти переодеваться, уже начинает печь. А я тут дуги снимаю, ботву выдираю и урожай собираю. Как мне странно, огурчики еще произрастают. Ну а тут мне дуг не хватило, пришлось на сливу плетье забросить. И вот, пожалуйста. Слива в этом году не было, зато огурцы еще колосятся. Просто замечательно. Ладно, мне тут еще достаточно времени придется повозиться. Но уж кабачки через несколько дней. Все-таки в запасе гинекатрии еще с теплыми ночами останется. Ну а потом и за них придется браться. А уж как там с тыквами быть, ой, не знаю. Может быть, чем-то придется прикрыть, потому что опять потепление обещают. Одна холодная ночь. Ну а сколько может быть из-за нее неприятностей? Впрочем, посмотрим, поглядим, как она там сложится. Ну все. Вот это вот добро придется убирать до следующего года. Демонтировала. А урожай, честно говоря, превзошел все ожидания. Больше половины корзинки. Да и вся вот эта вот пластиковая штуковинка, что мне Ник в свое время подарила для сбора. Ну, в основном ягод. Да, надо из пластика все в корзинку пересыпать, чтобы просохло, проветрилось. Ну, а затем на веранду убирать. А то вдруг раньше времени замызки возникнут. Чем черт не шутит. Ну, а сейчас пора сбрести к ребятам в совейный дол. Ну, а затем, как обычно, к деревяшечкам. Ужасно интересно посмотреть, что же у меня вчера вышло благодаря льняному маслу из новой осинки, из которой я сделала такую интересную форму блюда, похожую на туфельку. Ну, это ближе к вечеру. А сейчас пора и прогуляться. Удивительная вещь. Морожка исследует клумбы. Походила, полюбовалась. Ну, 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 ну. И домой пора возвращаться. Знаете, я как бы делаю какую-то заказку, кто-то что-то отправляет, вот, а я уже... Кубик подслушивает. Жарковато уже выгуливаться в такой шерстке. Пора домой возвращаться. Ну, нет. Все надо исследовать, на все посмотреть. Все интересно. Я почему-то думаю, что ребята двух металлических сов вчера поставят. Но нет, ограничили с одной. Вторая встанет туда, где намечается очередная клумба. Ох, даже не представляю, что здесь будет через какое-то время. Ну, ладно. Надо собираться домой и приступать к работе в мастерской. Пошла в комнату, а тут плутенько зависла. Ведь брякнешь сейчас. Не ложился на краю, поебавишки в бою. Привезет сильненький волчок, тебя схватит собачок. Да-да, уж лучше переместиться. Но странное дело, у кошек, я говорю про Морожку и своих, совершенно не совпадает режим дня. Морожку проводят на улицу всю первую половину. До жары, ну уж не знаю, что там зимой будет. А эти лежебоки с утра прогуляются, потом до 12 валяются, и лишь позже стремятся выборц на улицу. Право, у клути режим не совпадает вообще нищим. Я ее домой сдащила, только перед тем, как в Савиной долу ходить, до этого она прыгала, скакала, огурцы собирать помогала. Но вот теперь краткая затишье наступает. Боня, судя по всему, раздумывает. Вставать, не вставать, куда ни бежать, или не бежать. Ну, размышляй. В комнату я зайду теперь совсем не скоро, потому что надо идти браться за стамески и приступать к новому проекту. Впрочем, Бонифаций все же пробудился. Ну что, вы сами дверь не можете открыть? Ребята, дело с ума, это корректно. Ты ведь даже из збы можешь дверь распахнуть спокойно совершенно. Да, приятно в такой солнечный денечко прогуляться на солнышке, а тем более поваляться и по обыкновению позгорать. Так, кручил на водопой. Нет, дал понять Плуки, что он ее с собой брать не собирается. Замаскировался. Ладно, греетесь, отдыхайте. Ну, а меня ждет моя коряжка. Сегодня надо будет попытаться убрать некую часть изнутри, избавиться вот от этих горелых фрагментов и подумать, какую форму придать. Кое-какие соображения есть, но еще неизвестно, как древесинка себя поведет. вот самое главное. Пушистая при пушистой показалась красотулечка. Все-таки насколько они с Бунькой синхронно действуют. Плуть, ну ты устроилась. Хвостик вместо подушки. как же мне с ними интересно и приятно все-таки общаться. Да, в моей избе третья кошка явно не лишняя. Солнце подняло свою верхнюю точку и просвечивает сквозь мою проледившуюся уже ветхую крышу из дикого винограда, от которой скоро ничего не останется, кроме стеблей. Жарко, по-летнему жарко, как все последние дни. Да, и даже ты на какой-то момент сомлела, разлеглась на лавочке, но стоило мне выйти из мастерской, как вновь трянулась ко мне. Да, есть-ка, загорать перестало и жарко стало. Забилось на веранду. Ну, а что до меня, то тут в прохладе и тенечке пошла работа. Разлетаются кусочки древесины, похоже то ли на мордаху щучки, то ли на какого-то маленького пузатого малька с каким-то странным плавником на хвосте. Посмотрим. Будем дальше глядеть, что с древесиной, какие краски она покажет. И на это сегодня уйдет практически весь сегодняшний вечер. Боюсь, что он последний в плане вечернего омовения на улице. Да, начинает холодать, и завтра уже всего лишь днем плюс двадцать, и скоро температура понизится настолько, что придется уже отказаться от ежедневных вечерних душей. Да, мой дорогой, вытаскивать все в избушку и только там принимать душ. Ну, ничего, сегодняшний вечерок я явно покайфую на солнышке, если оно не скроется за облаками. Ну, ладно, прогуливайся, а я продолжаю работу. Ну, вот, пришлось прерваться, хоть ноженьки размять и рученькам дать отдохнуть. Приехали энергосети с проверкой, по домам ходят, показания и счетчик снимают, снимая фотографированный телефон. Насколько за долгие годы, что я здесь проживаю, а в 16 лет упростилась процедура. Естественно, меня справили с какие дома обитаемые на протяжении всего года, потому что работник оказался новый. Проводила к соседке, которая так, кстати, приехала из Москвы. Ну, естественно, и сама отчиталась. Ой, как же на улице хорошо, а то ведь сидишь с затворницей, стамесочкой долбаешь. Ну, иногда пить надо, пушек, прогуляться. Это ты у меня вольная охотница, где хочешь, там вродишь. Так, а вот Лучку надо вновь возвалять из избы, пока провожала специалистов к соседке, заставила ее дома. Нет, в такую погоду в комнате оставаться, это просто преступление. Теплые денечки. Эх, какая же все-таки красота. однако пора к работе возвращаться. Зашла, искала кошку, а кошка на печке. Ну, вот как ты туда взбралась, а? Ага, а теперь слить не можешь. Ты, глупышка. Сто раз тебе повторяла, что забираться проще, чем спускаться. Ну, ладно, давай, отправляйся. Собаки тявкают, ну, как же кто-то чужой в деревне появился. Своих они всех знают. И в лицо, и по запаху. Ничего, объяснила, что у нас собаки совершенно спокойные, работник малекарств сетей. Так, ну, вот зачем тебе перышки от сойки, а? Ах ты, геккон когтястый. Ну, на, на. Это я все в лесу подобрала. Красивые, конечно. Ну, раз ребенку хочется поиграть. Нет, вот киперушка, развлекайся. Мне, конечно, спрашивали, про кольчеточки для котов. Ну, вот, липовая кора, и все три кошки замечательно справляются с тем, чтобы поточить свои когаточки. Ну, вот, когда они забираются вот здесь, а у меня тут всю корой отлипо отделаны. Ну, некрасиво мне показалось, смотрели с доски. Вот, вот они все-таки предпочитают когаточки тащить почаще. Ну, ты не насытная, а? Луч! Нет, по-моему, для нее важен сам процесс добывания не перышко, а не оно. Давайте во что-нибудь другое поиграешь? Не так же. Цапсарапыч. Ладно, отдаю тебе на растерзание, а сама возвращаюсь к работе. Вот все хорошо шло, хоть и время ты уже поджимала. Но сбил с рабочего настроя звонок дочери Марии. Обменялись с плановостями, выяснилось, что у Рости все замечательно, четверки, пятерки. Ну, а я посидела за деревяшечкой и чувствую, что пора бы уже заканчивать. Что меня поразило? Вот такие вот оттенки древесины. Все та же осина, та самая, которую я не так давно из леса прибыл оклай, но тут какие-то сиреневые, фиолетовые тона с желтизной. Здесь я еще не всего очистила от горелых фрагментов. Что мне покажет этот плавничок? Ну, пожалуй, нечто розоватое, темноватое. Будет весьма интересно. Впрочем, пора завершать свою работу. солнышко солнышко садится и в душ отправляться. Закрытие летнего сезона, я полагаю. Ну, и к тому же, сейчас, вероятно, самое время взглянуть на то, что у меня получилось после вчерашнего покрытия льняным маслом. Что эта деревяшка мне покажет? Весьма интересно. Утром, как обычно, за кофе буду взирать на это самое псевдопроизведение и думать, что с ним делать дальше. Ну, а сейчас, пушонок, самое время взглянуть на то, что у нас вышло. Что-то ты сегодня на улицу как-то не стремишься. Бонифаций там скачет вовсю. Плудька играет и резвится. А ты все валяешься. Пинтяйка. Так, ладно, давай посмотрим, поглядим. Заодно и золотую рыбку, вторичную маслицу вчера покрыла, поскольку скоро ей к хозяйке отбывать. И вот оно. Да, вчера все блестело под маслицем, а сейчас в лучах заходящего солнца можно хорошенечко рассмотреть, что же все-таки получилось. Ну, что ж, действительно яркая штуковинка вышла. И вот тут интересные фрагменты попадаются. Яркие переливы. Все-таки работа с осиной занятие достаточно увлекательное, интересное и действительно яркое. Вот здесь красиво смотрится. Да, шелкай бархат. Ну вот, комплект возникает. Размеры приблизительно одинаковые цвета и краски. Все-таки вот такая сучковатая древесинка достаточно интересно себя показывает после обработки. Ну, что ж, нужен еще третий элемент, на котором я сейчас стружусь. Он будет совершенно разниться по размерам и форме, но, вероятно, по краске совпадет. Ну, что, плутенок, пойдем на улицу. Пора воду греть, душка принимать и кайфовать на солнышке. Завтра, вероятно, подобного уже не случится. А жаль. Нет, все-таки, что не говори, а летний душ это место кайфа. И вот сижу после омовения, вытянув ножки, созерцает цветочки, солнышко. Эх, приятно. И пушка только что повалялась у меня на коленках, но сейчас наше порхнуло. Да, вот теперь уж действительно закрытие летнего сезона вместе с закрытием летнего душа. Все меняется в этой жизни. Приходится переходить на совершенно другой режим существования, как бы это не было печально. Ну, что ж, совсем недолго и где-то в конце мая, в июне мое сооружение вновь заработает. Ну, а вот сейчас, нет, не сейчас, но завтра, предстоит все необходимое перетаскивать в избушку. Часть Машка заберет, тут еще масса ее флаконов осталась. и теперь, только в избушке таская туда воду, вытаскивая затем использованную, предстоит совершать водные процедуры. Ну, как иначе? Все меняется в этой жизни. Но, когда осознаешь, что подобное происходит в последний раз, да, пушка, да, как-то более четко осознаешь вот такие вот простенькие, но достаточно актуальные жизненные моменты. Вечерний кайф, как это было здорово. Ну, а теперь уже по-иному около печки. Ну, тоже приятно. Ладно, пора заканчивать загорать в последних лучах, одеваться и запалив огорода приниматься, ведь он все еще необходимы, никто его не отменял. Осень подарила теплые денечки, за которые я так признательна, но они, к сожалению, не совсем способствуют нормальной жизнедеятельности растений. А потому опять за шланг вперед без песни, сдвинув брови, но надо всю эту красоту поливать. Ух, все, полив закончен. Сначала скворечник, теплица и цветы, которые не так давно были посажены, теперь здесь. И осталось еще некоторое время для того, чтобы посидеть, полюбоваться на закат, на цветочки, которые меня столь радуют. Все больше становится октябринок с каждым днем. Ну, а что до моих зверьков, то они, вероятно, состоят мне компанию в избушке. Да-да, надо выносить свои старые парки, в которых я обычно работаю в мастерской, кормить тебя и остальных. Но все же, как же здесь красиво. Ну, как можно все это с городом сравнить? Нет, там все загорожено зданиями, закаты можно видеть только с верхних этажей, и облака, и небо. Она такой же прекрасной, как сегодня поутру, когда мне так рано довелось встать и попробовать снять и луну, и солнце. Да, действительно, здорово было. Возможно, подобное мне еще предстоит, но кто знает. Ну, а сейчас, что ж, любуюсь на закатные лучи, и всем желаю, как всегда, здоровья и удачи. И много еще впереди и куча дел предстоит. Надеюсь, что все сбудется и произойдет именно так, как нам хочется. До свидания. Увидимся завтра. и субтитры и субтитры